Кто из малышей не любит мультики? Для крохи это настоящее волшебство. Картинки оживают и разговаривают. Действительно, современные дети смотрят мультики с самого нежного возраста, воспринимая действительность во многом через то, что они видят на экране, перенося модели поведения из нарисованного мира в мир реальный. А что если предложить малышу самому сделать мультфильм? Это ведь так увлекательно. Эту идею решила платить в жизнь корректив детской школы искусств имени Анны Семеновны Голубкиной города Зарайска. Города, в котором удалось сохранить спокойный уклад жизни, самобытное очарование старинной архитектуры, богатое историко-культурное наследие. Детская школа искусств имени Анны Семеновны Голубкиной существует уже 55 лет. Здесь обучается около 600 детей разным видам искусств. Ребята учатся играть на различных инструментах, поют, танцуют, рисуют. Мы решили объединить все эти таланты, ведь экранное творчество синтетично по своей природе. Экранное творчество, в частности занятия анимацией, создаёт наиболее благоприятные условия для развития творческого потенциала ребёнка, его разностороннего развития, художественного воспитания. Мультипликация является одним из средств развития творческих способностей. Дошкольное детство представляет собой важнейший период в становлении личности, который должно быть освещено творчеством, а следовательно искусством. Творческий процесс – это настоящее чудо. Дети раскрывают свои уникальные способности и испытывают радость, которую им доставляет созидание. Главная педагогическая ценность нашего проекта заключается в возможности комплексного развивающего обучения детей и представляет собой совокупность различных видов деятельности, формирующих гармонично развитую личность. И пусть эти крохи только учатся выговаривать все буквы, правильно держать в руках карандаш и отличать правую ногу от левой, мы уверены, что в будущем из них вырастут креативные, умеющие нестандартно мыслить личности. Мир не стоит на месте. На смену старым технологиям приходят новые. И школы тоже меняются. Нам нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно совершенствоваться и развиваться. И наша задача сегодня создать все условия для гармоничного развития молодого поколения, используя современные технологии объединения музыки, живописи и хореографии в едином пространстве. Именно от нас, взрослых, сегодня зависит, какой будет Россия.